Изучение вулканов и сейсмической активности – одна из главных задач науки на Камчатке. Исследовательская работа ведётся в основном за счёт государственной поддержки. Внесение поправки в 114-й статью Конституции, обязывающей правительство страны развивать научный потенциал, откроет новые пути для дальнейшего развития, считают многие камчатские учёные. Это важная составляющая для руководства регионов, областей, краёв. Ещё одна поправка в статью 71 основного закона закрепит за государством обязанность обеспечивать безопасность личности, общества и государства при применении информационных технологий и обороте цифровых данных. Без развития информационных технологий невозможно на сегодняшний момент вообще существование, мне кажется, любой сферы, но в том числе и развития науки. Поэтому я считаю, что это достаточно такая серьёзная и значимая поправка в Конституции. Применение информационных технологий стало особенно актуальным во время пандемии коронавируса. Благодаря интернету в Камчатском музее вулканов нашли способ работать, соблюдая дистанцию, создали виртуальную экскурсию. Здесь уверены, что поправки о науке в основной закон к лучшему, но нужна поддержка на местах. Закон сам по себе работать не будет, пока не будем работать мы, те, кто эту науку либо делает в научно-исследовательских институтах, либо, как мы, как наш музей, её пропагандирует. И если мы хотим, чтобы наша молодёжь, чтобы ребятишки, чтобы школьники пошли по пути науки, поддержанной законом, то нам очень важно, чтобы они услышали о науке от нас ярко, красиво, интересно и завлекательно. Ну а дальше мы сможем уже вместе с государством делать общее дело. Поправки в основной закон страны начнут действовать, если пакет будет одобрен на всероссийском голосовании. Евгения Пылёва, Антон Скрипаченко.